Привет, друзья! Ну, раз уж вы видите вот эту картинку, значит, вы находитесь в плейлисте, который называется «О всяком разном». И я сегодня попробую рассказать вам, подробно рассказать, об одной истории песни, которую вы все, ну, должны отлично знать. Помните? Песни у людей разные, а моя одна навека. Ох, замечательная песня! Автор стихов к этой песне – Ольга Фокина. И я думаю, все вы со мной согласитесь, что стихи эти замечательные. А исполнители этой песни – это группа Стаса Намина «Цветы». И записана эта песня еще в 1972 году. Автор музыки – Владимир Семенов. Что же послушало причиной для создания этого музыкального шедевра? Этой песни, которая стала одной из самых популярных песен тех лет. А тираж продаваемых грампластинок группы «Цветы» перевалил за 6 миллионов экземпляров. На самом деле, эта песня была посвящена 19-летней девушке, которую убили террористы, захватившие гражданский самолет. А девушку эту звали Надей, Надеждой. И работала она бортпроводницей на этом самом самолете. Надежда Курченко. Вот, взгляните. Самое отвратительное то, что Надю убили перед самой свадьбой. А дело было так. В 1970 году, 15 октября, из аэропорта города Батуми взлетел самолет Ан-24 с 46 пассажирами на борту. И должен был он приземлиться в Краснодаре. Через несколько минут после взлета двое пассажиров, отец и сын Бразинскасы, вызвали бортпроводницу, эту самую Надежду Курченко. И передали ей записку для пилотов с требованием изменить маршрут и лететь в Турцию. Ну и она бросилась в кабину пилотов и закричала «Нападение!». Преступники сразу бросились за ней в попытке прорваться в кабину к пилотам. Ну и начали стрелять. Позже в обшивке самолета насчитают 18 пробоин. Несколько раз они стреляли в сторону пассажиров. Но, к счастью, никто не пострадал. Первому пилоту пуля попала в позвоночник. У него отнялись ноги. Превозмогая боль, он обернулся и увидел Надю, Надежду. Она лежала без движения в дверях кабины и истекала кровью. Штурману, Валерию Фадееву, прострелили легкое. А бортмеханик, Аганес Бабаян, был ранен в грудь. Первого пилота звали Георгий Чахракия. Больше всего повезло второму пилоту Сулико Шавидзе. Пуля застряла в сидении, в кресле. Ну, случайно попала в металлическую трубу. Старший Бразинскас достал гранату и, угрожая ей, потребовал от пилотов подчиниться и лететь в Турцию. Вот так и произошло все. Пилотам деваться-то было некуда, на борту было много пассажиров. В октябре 1970 года наша страна настойчиво потребовала от Турции немедленно выдать преступников. Но турки отказали. Они решили сами судить угонщиков и приговорили старшего Бразинскаса к восьми годам тюрьмы, а его 13-летнего сына всего к двум годам. А уже через четыре года в Турции случилась всеобщая амнистия и преступников освободили. Но что еще более возмутительно, американские спецслужбы их вывезли в США. Такой случай был впервые в международной практике воздушного терроризма. Ну, что вы хотите? Угнали самолет в другую страну, убили члены экипажа и многочисленные ранения, да и отказали в выдаче преступников. В 1980 году Пранас, старший Бразинскас, так звали старшего Бразинскаса, заявил в интервью американской газете «Лос-Анджелес Таймс», что он был активистом движения за освобождение Литвы и бежал за границу, поскольку на родине ему грозила смертная казнь. Ну, то есть прикрылся политическими мотивами. На самом же деле он в Литве сидел в тюрьме не за патриотизм, а получил еще два срока за воровство с использованием служебного положения. Вот так. Ну, а в Америке они поменяли имена. Сын взял имя Альберт Виктор Уайт, а отец стал называться Фрэнком Уайтом. Они поселились в Калифорнии, там есть такой город Санта-Моника, и все бы ничего, казалось, сбылась американская мечта двух негодяев. Однако судьба сыграла с ними злую шутку. Ну, уже когда отец стал старым, он стал невыносимым и часто ссорился со своим сыном. И во время одной из таких ссор сынуля, а ему уже было тогда 45 лет, взял бейсбольную биту и насмерть забил своего отца. 77-летнего отца. Далее его судили и приговорили к 16 годам тюрьмы, а в Америке закон превыше всего. Вот так. Ну, а песня, песня до сих пор жива. Чтобы посмотреть и послушать еще раз эту песню, я дал ссылку в описании под этим видео. Послушайте и постарайтесь осознать глубину этой трагедии. Нельзя творить зло. Людям должно быть свойственно только добро, а все равно продолжают творить злые дела, вот всякие мерзавцы наши, и освещают это зло поповским кадилам. Ну, да ладно. Печальный рассказ получился, но что поделаешь, это жизнь, ребята. На этом разрешите откланяться. Как всегда, я выхожу в эфир по вторникам с пламенными речами, как сегодня, а по пятницам с музыкой и песнями. И все это ровно в 18.00. Пока, друзья. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok